Для начала начнем вещей с банальных, хотя на самом-то деле банальные они банальные, но так или иначе. Два вида резистентности. Это первичная, когда опухоль не реагирует на лечение. Но понимаете, все-таки когда интуитивно мы понимаем, что первичная резистентность, это когда опухоль не реагирует на то лечение, на которое она по идее должна была бы реагировать. Потому что, ну понятно, что можно, если лечить опухолевый процесс касторкой, то это же резистентностью к касторке не назовешь, правда? Есть такие ситуации, когда трижды негативный рак, вроде бы химиочувствительный опухоль, даются тостатике никакого толку. Или наоборот, у пожилых людей самая обычная рецептор позитивная опухоль молочной железы, но согласитесь, ожидается какой-то эффект от ингибиторов ароматаза, от тамоксифена, его нет. Вот это первичная резистентность. Другой вариант, с которым, к сожалению, вся палеотивная терапия сказывается, это все-таки когда вначале эффект был, и он может быть очень выраженным, а потом наступает резистентность приобретенная. Ну, наверное, самый яркий пример – это мелкоклеточный рак легкого, который вначале всегда изумительно хорошо реагирует на цитостатики, но, к сожалению, этот эффект весьма конечен во времени. Ну, и в целом, на самом-то деле, первичная резистентность приобретенная, механизмы могут, конечно, перекрываться, потому что принципы здесь одни и те же. Самое очевидное и самое сложное, что есть – это резистентность к химиотерапии. Ну, действительно, вообще все, что касается резистентности к цитостатикам, здесь сложно изучать. Во-первых, цитостатики на сегодняшний день, как правило, назначаются в комбинациях. Соответственно, когда назначается комбинация, ну, взять, допустим, это классическое лечение рака молочной железы, рака яичника, нет практически монотерапии. Если нет ответа, не очень понятно вообще, что мы понимаем. Это же резистентность к комбинации, а не препарату как таковую. Ну, и еще определенный нюанс, что, конечно, все-таки на сегодняшний день все исследования, которые попадают в поле зрения, ну, и про которые сегодня много на лекциях говорится, это все исследования новых препаратов, которые спонсируются фармацевтическими фирмами. Соответственно, цитостатики, будучи препаратами старыми, к которым, ну, утрачен интерес со стороны фарминдустрии, здесь и нет какого-то движущегося, движущего звена, который позволит бы эту работу проводить. Так или иначе, если говорить про резистентность химиотерапии, там, конечно, какие-то достижения или понятия есть. В 90-х годах очень популярное было направление, когда изучали ген, который называется ген лекарственной множественной устойчивости. Это вообще феномен, который продемонстрировали на лейкозах. Действительно, при лейкозах бывает, что активируется этот ген, что он из себя представляет. Это, по сути дела, мембранный белок, канал, который выбрасывает цитостатики из клетки. То есть, получается, назначается максимально переносимая доза цитостатика, а в клетках он не задерживается. Соответственно, ну и не будет эффекта. Длительное время пытались показать причастность генов множественной лекарственной устойчивости к лекарственной резистентности на раках у человека. Ну, если смотреть кабинетную науку, какие-то принципы, признаки экспрессии гена множественной лекарственной устойчивости есть. А когда начинают испытания с ингибиторами МДР, вначале это был веропамил, сердечный препарат, потом появились специфические ингибиторы этого белка, толку, честно говоря, никакого. Ну и так или иначе, если говорить про множественную лекарственную устойчивость, там есть определенные дискретные механизмы. Ну, в качестве примера наша собственная работа. Вот, посмотрите, фторурацил, который применяется у больных с раком толстой кишки и другими опухолями. Ключевой фермент распада фторурацила – это дигидропирамидиндогидрогеназа. Почему фторурацил бывает эффективным при опухолях желудочного кишечного тракта? Природа распорядилась так, что именно в опухолях желудочно-кишечного тракта понижена активность ДПД, дигидропирамидиндогидрогеназа. Вот и получается, что фторурацил, будучи цитостатиком, он избирательно накапливается в клетках рака толстой кишки. В этом-то и механизм его, в этом-то и терапевтическое окно. Ну и посмотрите, это наша собственная работа, которая уже 10 лет. Здесь все выглядит достаточно разумно. Вот у нас пороговое значение фермента дигидропирамидиндогидрогеназа. И если значение ДПД в опухолях выше порогового, то эффекта практически не бывает. Если ниже порогового, то получается, что половина опухоли отвечают на подобную терапию. Резистентность таргетной терапии, конечно, изучать проще и интереснее. Потому что на самом-то деле, чем отличается таргетная терапия от терапии цитостатической, там все-таки, как правило, есть какие-то дискретные механизмы, чтобы посмотреть статус мишени. И то, что сама по себе мишень известна, это является колоссальным преимуществом, по крайней мере, с точки зрения организации исследований. Но надо отдать должное, что и цитостатики некоторые имеют абсолютно очерченный механизм действия. И когда этот механизм действительно очерчен, ну тогда, по сути-то, цитостатическая терапия, она может по здравому смыслу приравниваться к таргетной. Ну, посмотрите, это пример первичной резистентности. Опять же, это исследование наше собственное, я этот график показывал много раз. Речь идет о том, что назначаются препараты, рецогифитинип, пациентам, у которых есть активирующая мутация в опухолях легкого. Но мутации бывают два вида. Бывает частая мутация, 65% это дилеция в экзоне-19, и бывает точковая замена в другом экзоне, это 21-й экзон. Вот они цветами помечены. И вот видно, что если одна, один вариант мутации, очень выраженный ответ на терапию, если другой вариант мутации замена, тоже ответ есть. Это, по сути дела, чувствительность терапии. Но это все зависит от того, что мы возьмем как точку отсчета. Безусловно, опухоли без мутации резистентны вообще, их на графике нету. Но если взять опухоли с мутацией 858, то здесь, конечно, ответ знаметно менее выраженный, чем в случаях опухоли с частой мутацией. Резистентностью это не назовешь, но идея более или менее понятная. Разный статус мишени, разный ответ на терапию. БРК – ассоциированные опухоли. Ну вот как раз пример, когда фактически цитостатические препараты с точки зрения здравого смысла действуют как таргетная терапия, потому что мишень есть. Посмотрите, какой остроумный механизм резистентности. Вот у нас геном БРК-носительница. Каждая клетка организма имеет мутацию в гене БРК. Чем опухоль отличается от нормальной клетки? В опухоли в результате соматической мутации утрачен оставшийся аллель гена, и именно поэтому опухоли обладают избирательной чувствительностью к цисплотину. Что получается? Вы берете опухолю БРК-носительницы, это опухоль яичника или опухоль молочной железы. Потрясающе невиданное эффектное воздействие препарата на воздействие платин, но, к сожалению, практически у всех этих пациенток довольно быстро, через несколько месяцев прекращается эффект от препарата. Какой механизм этого эффекта? Посмотрите, вот у нас исходный мутированный аллель. Давайте на него посмотрим. Вот это у нас последовательность в норме у здорового человека. Как выглядит мутация? Мутация связана с тем, что один из нуклеотидов, как правило, выпадает или наоборот происходит совставка. Нарушается рамка считывания, потому что генетический код считается триплетами. Я здесь вместо аденина, гуанина и цитозина просто изобразил буквы алфавита, так как это интуитивно понятные. И вот, посмотрите, казалось бы, маленькая мутация, всего один нуклеотид выпал, но посмотрите, все, что до этой мутации, все нормально, а все после мутации происходит абракадабра, потому что РНК полимераза, которая считывает РНК и, соответственно, кодирует белок, она же не знает, что этот кодон неправильный. Вот и получается аномальное чтение, полная инактивация белка. Что ухитряются делать опухоли в процессе лечения платиной, БРК ассоциированные? Вот здесь, где мутированный аллель, унаследованный аллель, который присутствует во всех клетках организма, в том числе и опухолев. Допустим, выпало еще два нуклеотида. Посмотрите, вот у нас один нуклеотид, полностью аномальный белок, а вот еще два нуклеотида выпало. Что у нас получается? Да, у нас, конечно, вот эта последовательность, она не идентична исходно, здесь на один фрагмент меньше. Но согласитесь, смысл-то восстановился, потому что здесь у нас полная бессмыслица. Но если у нас восстановилась кратность, равная трем, то у нас смысловая эта последовательность восстанавливается. Удивительно элегантный механизм, согласитесь, и он многократно показан. Это действительно клинически доказанный феномен, который показан не только в культурах клетках, но и на десятках пациенток. Восстановление рамки считывания в результате второй мутации. Вот вам прекрасный механизм и чувствительности, где фактически препараты платины, они работают как таргетные препараты, потому что они поражают БРК-дефицитные клетки. И механизм резистентности. Восстанавливается функция БРК за счет второй мутации, и все, эффект платины потерян. Есть и другие механизмы. Но опять же, посмотрите, это наша собственная работа. В данном случае пациентки с раком яичника, они и так все получают препараты платины, независимо от того, спорадический рак или наследственный. И в случае наследственного рака эффект достаточно очевиден. Посмотрите, опухоль у БРК-носительница, у которых действительно есть мишень утраты оставшегося аллеля. Вот у нас исходный размер опухоли. Посмотрите, здесь намного чаще частота выраженных ответов. Здесь у нас, дай бог, процентов 5 демонстрирует выраженное уменьшение объемов опухоли, а здесь таких пациентов примерно треть. Но так или иначе, все равно, даже в случае при раке яичника, даже в случае наследственных опухолей, к сожалению, это явление временное. Посмотрите, что происходит. Это пациентки, которые подвергаются неодемантной терапии. У них опухоль после трех циклов терапии многократно уменьшается в размерах. Потом проводится операция. Как правило, эта операция успешная, это полная циторедукция. И после удаления всех видимых очагов та же терапия назначается снова. Казалось бы, она должна убить оставшиеся опухолевые клетки. Этого не происходит. Практически все такие больные в течение года после операции, окончания лечения, все равно рецидивируют. С чем это связано? Посмотрите, вот у нас исходно опухоль, которая содержит БРК-дефицитные клетки. Но оказывается, в исходной наследственной опухоли все равно присутствует, пусть и очень маленькое, но количество клеток с сохранной копией БРК, с сохранной функцией гена БРК-1. И таким образом персистенция единичных БРК-профицитных клеток в исходной наследственной опухоли и является причиной рецидива. Посмотрите, эта опухоль, которая во время, до операции, извините, я оговорился, до начала лечения, она хемонаивная, и здесь все правильно, здесь подавляющее большинство клеток имеют утрату оставшегося аллеля. Но при этом единичные клетки имеют сохранную БРК-функцию. Если мы берем то, что удаляет хирург в течение всего нескольких недель после начала платиносодержащей терапии, это уже совсем другое новообразование. В остаточных опухолях полностью восстановлена функция гена БРК-1, потому что произошла селекция клеток, которые не реагируют на платину, и таким образом хирургически удаленные опухоли после неодиуманной терапии принципиально отличаются по спектру лекарственной четвитности, по спектру своих биологических характеристик от исходной опухоли. К сожалению, это массовое явление, и это настолько неожиданные данные, что нам пришлось сделать довольно много вспомогательных экспериментов, чтобы доказать, что это не артефакт, это действительно так. На самом-то деле все укладывается в определенную биологическую логику, потому что БРК-дефицитные клетки не могут жить без еще одного события, мутации в гене ППСА3, и вот эти пресловутые остаточные опухоли, они мутации в гене ППСА3 содержат, это опухолевые клетки, но все-таки они не имеют утраты гена БРК-1. Но на самом-то деле эти вещи, они достаточно непривычные. Если мы говорим про механизмы резистентности, то эти данные, в общем-то, будучи новыми, неожиданными, они согласуются со многими наблюдениями. В частности, на меня производят очень большое впечатление лабораторные работы, которые показывают, что в опухоли практически всегда персистирует какое-то количество резистентных клеток, в опухоли гетерогенно. Но самое важное, самое важное, если вы назначаете активную противоопухолевую терапию, гибнущие опухолевые клетки выделяют какие-то секреторные факты, которые стимулируют остаточные клетки резистентные. Таким образом, на самом-то деле приобретение опухоли резистентности – это направленный и во многом, к сожалению, достаточно осмысленный процесс, который предусматривает взаимодействие между различными клетками. Ну и, соответственно, в общем, если говорить, если понимать, что у нас БРК, ассоциированные опухоли, всегда имеют определенную примесь резистентных клеток, то получается, что те терапевтические подходы, которые сегодня применяются как рутина, ну идеальная ситуация, препараты платины, потом, если закончился эффект препаратов платины, ну не совсем закончился, а через какое-то время, когда опухоль еще платиночувствительная, применяются парк-ингибиторы. Но все это препараты, которые воздействуют только на видимую часть опухолевой массы, на те клетки, которые составляют большинство, а резистентные клетки, которые всегда персистируют в опухолевой массе, они к подобной стандартной терапии, в общем-то, резистентные. Именно это объясняет неудачи, казалось бы, столь эффективной предоперационной терапии, операции адювантной терапии. На резистентные клетки подобная терапия не влияет. Ну, самый-то важный вопрос, а делать-то что с этим? Вот если у нас резистентность появилась, как можно ее преодолеть? Если есть дискретный механизм возникновения резистентности, ну, например, мутация, которая, новая мутация, которая предотвращает воздействие исходного препарата, например, Т790М при раке легкого, здесь уже созданы новые препараты, осимертениб. Примерно то же самое делается в клинике лейкозов, там тоже появились препараты, которые назначают уже к резистентным опухолям, потому что это стабильное событие, стабильно изменяется конформация белка, и можно разработать новый препарат. Что еще существенно? Что, в общем-то, на самом-то деле много говорят о мультидисциплинарном подходе, но, по-видимому, здесь есть определенные ресурсы, дополнительные взаимодействия терапевтов, хирургов и радиологов. Ну, в целом ряде вообще дисциплин подобное взаимодействие считается нормой. Посмотрите на лечение герминогенных опухолей, которые химиочувствительны. Все-таки проводится достаточно интенсивная терапия, и потом та остаточная опухолевая масса, которая остается после терапии, она удаляется хирургически. Возможно, если исходить из того, что у нас в какой-то степени даже успешная терапия приводит фактически к селекции резистентных клонов, то в данном случае комбинация с локальными вмешательствами, неважно, какие локальные, будь то обычная хирургия или радиохирургия, наверное, здесь есть еще определенный потенциал, и в частности в клинике рака толстой кишки, когда мы говорим об олигометастатическом заболевании, подобный подход является нормой. Ну и комбинирование разных лекарственных препаратов, это, в общем-то, очень эффективный путь преодоления резистентности. Посмотрите, это наш собственный пример. В данном случае пациент с карциномой желчного пузыря, у которого обнаружена мутация в гене БИРАФ. Несмотря на то, что мутация в гене БИРАФ есть, назначение БИРАФ-ингибиторов пациентам с желудочно-кишечными опухолями абсолютно бессмысленно. Почему? Потому что если в опухоли желудочно-кишечного тракта ингибируется мутированный БИРАФ, возникает компенсаторная реакция, активируется рецептор эпидермального фактора роста и запускаются коллатеральные каскады. Но ведь на сегодняшний день в медицине доступны не только ингибиторы БИРАФ, доступны также ингибиторы рецептора эпидермального фактора роста. И что самое главное, эта комбинация переносима. И в данном случае, вот вам пример, это опухоль желчного пузыря, абсолютно резистентный опухоль к стандартному лечению. Более того, этот пациент, он предлечен. Он получал и одевантную терапию, и первую линию терапии по поводу рака желчного пузыря абсолютно безрезультатно. И тогда, зная, что мутация есть БИРАФ, назначается ингибитор БИРАФ в сочетании с ингибиторами GFR, и, представляете, полный регресс. Полный регресс я даже, честно говоря, ни разу не видел в литературе, чтобы в отношении опухоли желчного пузыря хоть раз был зафиксирован действительно полный регресс. Это химиорезистентные опухоли. Другой пример, к сожалению, не наш, но вообще это, до моего взгляда, очень важное направление исследования. Посмотрите, в 90-х годах очень модно было пациенток с метастатическим раком молочной железы, ну, после, конечно, разумеется, определенных неудач в лечении, подвергать высокодозной терапии. Практика показала, что это абсолютно неправильно, это бессмысленное направление, брать, лечить пациенток высокодозной терапией, потому что на продолжительность жизни это не влияет. А сам по себе метод очень тяжелый. Но все-таки, все-таки, что интересно, единичные больные, которые абсолютно случайным образом попадали на лечение высокодозной терапии в 90-х годах, оказались неожиданно излечены от метастатического рака. Кто эти больные? Посмотрите, здесь анализ пациента, которые получали высокодозную терапию во Франции. Это опыт 90-х годов. Посмотрите, если мы берем пациенток, у которых нет мутации в гене БРК, абсолютно бессмысленное назначение высокодозной терапии со всеми мучениями, которые подвергаются пациентке. А вот если мы говорим про пациенток с БРК, ассоциированным раком, то в данном случае назначение высокодозной терапии, если верить перспективным данным, является интересным подходом. Почему? Назначается доза препаратов, которая в 10 раз превышает летальная, для того, чтобы предотвратить гибель пациенток, производится аутологичная трансплантация костного мозга, но за счет того, что назначается летальная доза препарата, погибают не только чувствительные к платья не клетки, но и резистентные. У них тоже есть, по-видимому, какая-то четвитность. И получается, что среди БРК ассоциированных пациенток есть какой-то процент излеченных. Разумеется, это все единичные наблюдения, но так или иначе, в саму логику это укладывается. Ну и если мы говорим про выводы, интересный, на мой взгляд, аспект перспективный, это все-таки анализ взаимодействия между различными клетками опухоли, но это пока еще далеко на клинике. В данном случае это заключительный слайд. Спасибо за внимание. Продолжение следует...